Комфорт и безопасность школьников должны начинаться с подъездной группы к школе. Именно с нее и начал свой обход Игорь Диченко. Он лично прошел путь, по которому ежедневно тысячи ребятишек будут идти два раза в день. Расширяем дорогу, тротуары, освещение наружное, большую парковку делаем. Она и для микрорайона будет, и для родителей, которые привозят детей в школу. Там порядка ста машин, парковочных мест. Считаю это очень хорошо. Убедившись, что все выполнено согласно правил и норм, Игорь Диченко также детально осмотрел и другие объекты. На территории предусмотрена зона отдыха и спортивное ядро с беговой дорожкой, включающая в себя легкоатлетическое и футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, гимнастический городок, детскую игровую площадку для начальной школы, зоны прыжков в длину с ямой для песка, а также для метания ядра и дисков. Все эти объекты уже полностью готовы, как, впрочем, и решен вопрос озеленения. Вот эти тумбы, которые вокруг школы, зеленые, тоже? Все уже по всеми, да. Все, саженцы, все стоят. Это будет не просто школа, а целый научно-спортивный городок. Такова основная концепция этого проекта. По мнению главы, максимально комфортно и удобно должен проходить и процесс освоения наук. Классы готовы практически на 95%. Осталось лишь расставить мебель, вытереть пыль и повесить шторы. Подрядчик уверяет, объект будет сдан раньше срока. Работы практически закончены. Сейчас уже идет зачистка, замывка, расстановка мебели. Конечно, и как на спортивных объектах сегодня сейчас были, это все, и уже идет шлифовка. Детка самая, наверное, сложная работа, которая доводка всего. Сети подведены, тепло дадим в школу, наверное, послезавтра уже по полноценной схеме, по полной. Электричество, как видите, есть и наружное освещение, есть. Заканчиваем благоустройство. То есть те сроки, которые поставлены, они выполняются. Конечно, уверен, что мы не задержим ни на день запуск школы. Школа откроется, как я и говорил, во втором полугодии. То есть после зимних каникул в январе месяце дети уже пойдут в школу полноценно сюда, это до девятого класса. Десятый, одиннадцатый класс у нас пойдет со следующего учебного года, с сентября месяца уже будет и десятый, и одиннадцатый класс здесь. Это одна из самых больших школ города. Масштабы ее впечатляют. 22 тысячи квадратных метров, 44 классные комнаты, обеспеченные интерактивными досками, отдельный пищеблок, актовый и конференц-залы на 600 мест, два спортзала, библиотека с читальным залом, классы домоводства и мастерские. Просторный обеденный зал-столовой одновременно сможет вмещать 370 учащихся. В просторных коридорах будут зоны для отдыха и творчества, где ребята будут набираться вдохновения и сил для дальнейших учебных подвигов. Не менее амбициозные планы глава города ставит и на следующий год. По его мнению, таких современных школ, как эта, в городе Герои должно быть как минимум три. В следующем году два проекта, которые выходят у нас в декабре месяце на две школы, это на тысяча стоит 1550 мест в Южном районе. Надеюсь, что в следующем году мы на эту школу, на одну из них получим деньги и начнем строить. И в 2020 году мы должны получить новую школу еще в Южном районе, как минимум одну. И в станице Раевской на 400 мест, это, как называется, пристройка, но это отдельно стоящее будет здание, тоже планируем в следующем году сделать. Александр Басалаев, Алина Коломакова, Петр Юркин. Новая Россия.